Это дом по адресу улицы Институт 16. Сейчас здесь происходит капитальный ремонт крыши. По документам отсутствует основания считать этот дом аварийным или подлежащим сносу. Правда, недавно в одном из помещений обвалился потолок. Жители считают, что это наименьшее из имеющихся проблем. Оксана Прохорова получила комнату в общежитии еще в 2000 году. На ее памяти за это время капитальный ремонт уже делали. Правда, эффект продлился недолго. В третьем или в четвертом году нам делали полностью душевые кабины на первом этаже и полностью туалеты подо мной. Но они в течение пяти лет развалились опять. В этом году рабочие снова принялись за ремонтные работы на крыше. Однако 13 мая потолок в общем санузле не выдержал и обрушился. Оксана этого момента не застала. А вот работой строителей насладилась сполна. Они не сразу закрыли пленкой крышу и строчка из песни «Погода в доме» заиграла для жительницы новыми красками. Мои эмоции вот лучше бы не трогали, честно. Вот 24 года мы жили. Ну, слава богу, в комнате у меня ничего не текло. У ее соседки потолок тоже в подтеках. Женщина решила проблему кардинально. Чтобы не жить в постоянном страхе, она вместе с трехлетней дочерью временно переехала. Вот здесь стояла кровать. И мы приходим с работы, здесь выпал потолок. На первом этаже здания прекрасно чувствует себя только мох. Черная плесень в душевой давно стала дизайном. А трещина на стенах и потолках – обычной картиной. В этом моемся, купаемся, детей, стариков водим. Жители считают, что ремонт крыши делу не поможет, а сделает только хуже. Еще в 21 году они обращались в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы признать дом аварийным. В июле следующего года им назначили комиссию. «Экспертизу провели. К сожалению, никто из жителей практически при этом не присутствовал. Мы не могли видеть, что здесь делали эксперты, когда они были. Это произошло буквально в течение, наверное, одного дня». Комиссия признала дом пригодным для жизни. С таким решением жители не согласились и наняли независимого эксперта. В его заключении совсем другие выводы. «По совокупности выявленных признаков техническое состояние многоквартирного дома номер 16 классифицируется как недопустимое и аварийное. Жилой дом представляет опасность для жизни и здоровья людей и подлежит демонтажу». Жителей услышали. Теперь ситуация с обрушением крыши общежития на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета. 21 мая Александр Бастрекин дал поручение представить доклад о ходе расследования дела по доводам граждан. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.